Массовая разминка, нервозная атмосфера в зале, тайские музыкальные мотивы, под которые проходят поединки. Более 70 боев прошли вчера в Ледовом дворце в рамках городских соревнований по тайскому боксу. Тэквондисты тоже приняли участие в соревнованиях, так как, по словам тренеров Марса Быкеева и Эльзара Тагаева, необходимо развиваться в различных направлениях, и данные соревнования – хороший опыт для ребят. Традиционно вначале выступали самые маленькие. В соревнованиях приняли участие и девушки. Выступление было не менее зрелищным, чем у мужчин. Причина успеха, мне кажется, то, что я не отступала, то, что я двигалась вперед и не давала себе… Ну, не то, что продохнуть, а как бы… Я не давала ей шансы на то, чтобы она меня выиграла. Я делала все так, как я считала нужным. Может, я в каких-то моментах и накосячила, но зато я буду знать потом, какие у меня ошибки. Было достаточно тяжело, потому что Айбелек – непростой соперник. У нее удар очень тяжелый, но она для меня достойный соперник. Ожидания оправдали. Надежду еще им предстоит оправдать, еще в далеком будущем. Скоро УРФО. Собственно, туда и готовимся. Данный турнир и первенство были организованы больше для подготовки ребят к УРФО, чтобы выделить первых номеров. То есть тут было явно видно, кто доминирует в каждой весовой категории. Среди мужчин не обошлось без нокаутов. Первый провел Даниэл, попав сопернику ногой в челюсть. Второй провел Александр Приходько, вынудив открыться противника на среднем уровне и пробив ногой в область печени. Стоит отметить, что Александр получил приз за лучшую технику. Это не первый соревновательный. До этого я выступал по ММА. Соревновательный опыт у меня есть. По-тайскому это были первые соревнования. Вот так все вышло. Поддержка зрителей помогала? Да, помогала, подпитывала. Очень приятно было, что за меня столько людей болело. От этого очень грело душу. Я просто делал то, чему меня учили. Я просто выкладывался. Я делал все, что умею. Тайским боксом направленно я не занимаюсь. Больше смешанными единоборствами. Ну, выступаем везде, чтобы везде опыт набирать. Что касается первого боя, ну, как-то так получилось. Просто на автоматике нога вылетела уже, попал точно. Там сильный удар-то не нужен, чтобы отправить на нога или в нокаут. Нужно точно просто ударить. Никого секрета нет. Просто точно бить и быстро. Тайский бокс – это вообще такой вид спорта, он мужественный. Нужно развивать мужество у мужчин, во-первых, и физически, духовно. То есть слабый человеку не выдержит такое. Поставил напора. То есть удары совсем не такие, как в боксе, например. Тут и колени, и локти. Каждый удар может оказаться последним. То есть нужно готовиться серьезно к этому и быть заряженным. Как бы из этого никак здесь. Тренеры остались довольны своими воспитанниками. Некоторые из них даже удивили. Удивили, конечно, удивили уровнем соревнований. То есть намного выше, чем в прошлом году. То есть уже ребята провели уже несколько соревнований в этом году уже ездили. В прошлом году ездили. То есть уже складывается фундамент определенный для выезда, для окружных и всероссийских турниров. И в общей массе, то есть новички тоже подтягиваются. То есть уровень соревнований растет с каждым годом. Я так скажу, Саша очень тяжело ему было в тренировочном процессе. Он тренируется третий год. Помню, первый год просто по лицу получал. Но он преодолел этот момент и стал дальше тренироваться, не сдался. И сегодня показал достаточно тактический бой и технический. Далее спортсменов ждут выездные соревнования. На всероссийский турнир, который будет проходить в Сургуте с 1 по 8 мая, отобраны Артур Судлиманов, Эйнар Абзаев, Алина Зинатулина, Дарья Волохова. На данных соревнованиях за первое место присваивают звание мастер спорта. Субтитры создавал DimaTorzok